Здравствуйте, мы с вами на портале Saru.com И у нас сегодня в гостях форвард Рижского Динамо и сборной Латвии Александр Неживий Саша, только что в тренировке, команда Рижская Динамо готовится к самому важному участку регулярного чемпионата К последним трем матчам, и как раз об этом разговор В принципе, Рижская Динамо могло решить все проблемы в игре с ЦСКА Это еще до последней паузы, но почему-то не получилось Чего не хватило? Ну, как бы, хотел бы начать с того, что могли решить намного раньше К сожалению, в этом сезоне у нас было много таких встреч, которые мы должны были выигрывать Но, к сожалению, так случилось Ну и, в принципе, эта игра как одна из тех, которые мы должны были выиграть с ЦСКА Ну, сейчас нелегкие соперники Сначала Салават, затем Магнитка И трактор, который, хотя вроде бы и не мотивирован, но тем не менее, мне кажется, будут они играть до конца Впрочем, такие же соперники и у Минского Динамо, которые для нас являются наряду с Нижегородским Торпедо Главными соперниками по борьбе в плей-офф Есть ли в команде уверенность, что задачу по выходу в плей-офф удастся решить? Как настроение вообще? Настроение рабочее, но сейчас в перерыве хорошо потренировались, в принципе, готовимся к этим играм Все ребята понимают, что это очень важные игры И легко не будет Ну и, как бы, все стараются приложить максимум усилий, чтобы выполнить задачу И чтобы пройти дальше и играть в плей-офф Ну, в первую очередь, это очень многое будет зависеть, естественно, от самых опытных игроков Одним из которых и являешься ты В этом году, я посмотрел статистику, она сопоставима с прошлогодней, но лучше позапрошлогодней Я посмотрел, поднял статьи Там писалось о том, что у тебя были в свое время, это некоторое время тому назад Это года, наверное, полтора-два, когда тобой интересовалась, допустим, московская «Динамо» Был такой разговор И тогда ты ответил отказом А как сейчас обстоят дела? Вот ты являешься одним из лидеров команды Нам потеря каждого человека дается достаточно болезненно Ушел Хоса, казалось бы, заменить неким, но хорошо, что заиграл Дарзенш Уйдет Дарзенш, к примеру, значит появится новый игрок И какова вообще обстановка с тем, что приходят люди вроде Микуша или Петровицкий Которые либо потом покидают команду, либо оказываются в четвертом звене Ну, как бы, комплектование команды не мой вопрос Это понятно Но, что относительно меня, у меня есть контракт на следующий сезон Спокойно играем Ну, как бы, то есть я хочу остаться здесь и играть Хорошо, следующий вопрос Ваша звена выступает, ну, скажем так, не совсем ровно Начали чемпионат уверенно, много забивали Потом куда-то что-то пропало Даже Хартигана перевозили в другое звено К чему это связано? Вот в вашей тройке, например Ну, не знаю, да, действительно, начали мы очень здорово В принципе, играли Неплохо, но забивали Ну, и везло, конечно, столько моментов Потом, как бы, ну У нас было очень много моментов, мы почему-то не могли забить Где-то такой был период, это где-то ноябрь Несколько матчей там совсем ушло Там вообще-то и такие моменты были Ну, как всегда, когда ты так не можешь реализовать Как бы это все давит тебе, прежде всего, на психологию, на голову Ну, и, конечно, есть такой спад, ну, что делать Ребята все, как бы, руки не складываются, заготовятся Ну, сейчас, к сожалению, все равно стабильности не хватает в нашем звене Так мы то, одно и то хорошо играем потом А вот как ты думаешь, чем это связано? Какие-то личные факторы или вот это взаимодействие? Это же такая тонкая материя, тонкая химия какая-то происходит Когда люди начинают понимать друг друга Потом друг взаимопонимание куда-то исчезает Ну, не знаю, в принципе, но, как бы, трудно ответить на этот вопрос А что за человек Марк Хартиган? Вот в двух словах, если можно активизовать Потому что у меня создается очень... Не только у меня, а у многих создается такое достаточно странное впечатление Человек, который может забивать Но человек, который может в любой момент Даже самый невыгодный для команды Нарушить правила в чужой зоне Он может удалиться на ровном месте Это черта характера или что-то другое? Потому что он набрал малых штрафов Едва не больше всех в команде И нет такой игры, чтобы Хартиган, наверное, не удалился Это как-то вот для него нонсенс Ну, это тоже для меня, наверное Как бы... Мне надо такой вопрос, наверное, ему задать Почему он удаляется? Ну, ты же с ним играешь Ну, как бы, игра это и есть игра Но ты и бываешь, и эмоции захлестывают Трудно мне ответить Как бы я же не он Но он старается, как играет Старается играть жестко По-всякому бывает Игра в большинстве и меньшинстве Если по игре в большинстве В последнее время наладилось какое-то взаимопонимание То ваше звездно, несмотря на то, что Не совсем... То есть, не обязательно будет забивать Но, тем не менее, выходит на реализацию Как вот вы пытаетесь Наладить игру в большинстве? Вы сами это делаете? При помощи тренера теперь, наконец, или нет? Некоторое время назад мы просто разговаривали И ты говорил Мы, допустим, с игроками звена Определяем сами, как мы будем играть Что-то изменилось с этих пор? Идет какая-то целенаправленная работа в команде? Ну, как бы мы сами договариваемся Кто как играет Бывает так, что мы там договариваемся Нам поменяют защитников, например Что-нибудь такое произойдет Опять надо договариваться Но, к сожалению, большинство тоже у нас в этом сезоне В нашем звене Если вначале была очень хорошая реализация К сожалению, сейчас хромает очень сильно Я тоже думаю, что это больше психологический момент Как бы, иногда как-то рушить Забить пару голов Ну, а как обычно налаживают связь психологическую? Может быть, надо втроем собраться После тренировки И сидеть-посидеть за жизнью поговорить? Ну, как бы Сейчас так Не особо-то и время есть Посидеть по жизни Ну, так в раздевалке сидим Разговариваем, конечно На тренировках тоже разговариваем Все-таки нам доверяют Мы должны забивать Ну, а в целом Марк и Томаш Они понимают уже ситуацию Вы находите общий язык вне поля Ну, конечно Мы прекрасно общаемся Между собой Нормальные отношения у нас В принципе Есть еще одна проблема Точнее, проблем у команды много Но вот одна из них Это левый защитник Который играл бы на правую сторону Поэтому, я так понимаю И наши форварды иногда Тебе приходится играть Левого защитника Поскольку у нас нет такого человека У вас при большинстве Чистенько встречаются такие варианты Ну, так пробовали Так тоже играть Но, как бы Ну, если ты имеешь в команде Двух Ну, как защитника В большинстве Направо, налево Конечно, это Большой плюс Как бы Людям не надо переворачиваться Можно быстрее пасов Дать Тоже самое Бросок сходу Как бы Больше вариантов просто появляется Ну, что делать бы У нас в этом году нету Ну, значит Надо как-то другие варианты искать Это страшно Так вообще Спад в команде Возник Вот так совпало С отсутствием Сандеса Озернича Вот опять Большинство Практически не работало Прямая связь Ну, Сандес здорово играет Конечно И Очень помогает В атаке В таких моментах Где надо именно Комбинировать И играть Ну, и Испад Как бы Хотел отметить Что там Было много игроков Которые могли бы помочь Тот же Лаврис Даржи Тот же Марк Хартаг Они все не играли Они тоже являются Ключевыми игроками В команде Так что Все это как бы Навалилось Очень сильно И Как бы Первая половина чемпионата У нас проходила У нас больше игр Было сыграно На выезде Ну Немножко Конечно Подустали Отсюда и травмы пошли Все это как бы Взаимосвязано К сожалению У нас короткая скамейка Если кто-то из Первых трех пятерок Получает травму Заменит практически некем Как дела с молодежью обстоят Тот же Букарц Сейчас очень хорошо себя проявляет И вот Со сборной Латвии съездил С экспериментальным составом Очень хорошо себя проявил И в молодежной хоккейной лиге Он видно Очень старается Вернуться в состав Есть у него шанс По-твоему Конечно Есть у него Шиклер дает ему такую возможность Он вообще тренируется С командой Или только с молодежкой Сейчас с молодежкой Нагляет за молодежкой Но Хороший хоккеист У него как бы Есть все задатки Чтобы быть Хорошим мастером Игроком И Ну все у него будет хорошо Немножко терпения Кстати вот Отмечают Недавно совсем Смотрела расклады Уже там Прикидывают Что Рижская Динамо Должно все-таки Пройти в плей-офф Я читал тут В прессе Что Рижская Динамо Относится к неудобным соперникам Потому что Как раз команда Которая умеет Долго терпеть И потом Добивается своего Я заметил Что чаще всего Рижская Динамо Очень хорошо играет Вторым номером Обычно Это на выезде Поэтому Когда У того же Шопляра Спрашивали Что лучше Что матчи В последней части Чемпионата Команда проводит дома Он говорит Я не уверен Что это лучше Потому что На выезде Мы иногда Набираем больше очков Ну Не знаю В принципе Мне все равно Где играть Надо Побеждать Что там Что здесь Что я об этом Как бы С собой не задумываюсь Где мне лучше Играть На выезде Или дома Есть игра И надо выигрывать Какая разница Что и что Но Конечно Вторым номером Как бы Всегда легче Разрушать И играть на контратаках Это всегда было легче Чем Создавать Регулярный сезон Заканчивается Один из лучших На наш взгляд Голов Был забит С твоей передачи Когда Томаш Поразил ворота Ты По-моему Там Вся пятерка ЦСКА Осталась Неудел Ты сделал Там Несколько Обманных движений Вираж В зоне защиты ЦСКА И отдал Томаш На пустые ворота Этот гол Мне кажется Должен войти В золотой фон Того что Было сделано Не только в этом сезоне Но и Вообще В греческом Динамо Как ты сам Чувствуешь себя В такие моменты Когда ты видишь Что действительно Есть признание Твоих заслуг Что ты вносишь Достаточно весомый вклад По результативности Ты третий форвард На данный момент По набранным очкам В нашей команде По системе Гол плюс пас Ну конечно Приятно Что я могу сказать Когда так И получается И еще И забивая С твоей передачей Когда Ну Что можно сказать Приятно Все это Саша А вот скажи Когда ты замещал Сандес В роли капитана Команды Чувствовал разницу? Ну Капитаном Конечно Быть тяжелее Все таки Как бы Тебе надо быть Не только игроком Но еще И тот человек Который Что-то говорит Там подбадривает Как-то собирает ребят Конечно Тебя Ответственности больше Но становится В два раза Тебе надо И играть И еще Подбадривать И подталкивать И кого-то там Как-то То есть По сути Ты Не только авторитетом Можешь надавить Но и Так сказать Подсказать Правильнее Как действовать Правильной ситуации Ну Как бы Как подсказать Наверное У нас есть тренера Они все подсказывают Я больше Как бы Больше Заводить Чисто В таком плане Что Моральном Так Мы Сейчас Команда Сконцентрирована На решении Главной задачи Дегра Чемпионат И Конечно Выйти в плей-офф Но Большая часть Рижского Динамо Все-таки Составляет костях Сборной Латвии Об этом Если никаких Не за горами Уже чемпионат Где В группе Придется играть Серьезными соперниками Финляндия Чехия Дания Продолжение следует... Продолжение следует...